Ну, здравствуйте, дорогие друзья! Мы практически дождались одного из боев столетия, нового столетия. Безусловно, Энтони Джошуа, Александр Усик – это то, что сейчас не сходит с экранов телевизоров. Соответственно, интернет весь, кто так или иначе имеет отношение к боксу, любит бокс, сегодня обсуждают, чем же закончится эта эпохальная встреча. Дело в том, что, напомню, один из боксеров перешел и достаточно успешно перешел в супертяжелую весовую категорию. Мы говорим о многократном чемпионе мира, который защищал свой титул. Это Александр Усик. Отношусь к нему с большим пятиэтом. Замечательный человек, настоящий чемпион. И Энтони Джошуа на кону, в общем-то, статус-кво, который будет проявляться как у Энтони, так и у Александра. И это, наверное, первый самый титулованный соперник Усика в супертяжелой весовой категории. И буквально завтра мы увидим, что же может Александр противопоставить мощному, сухому, техничному сопернику из Англии. Джошуа, а, ну, я забыл сказать, что бой пройдет в Тоттенхэме, Англии. Это немаловажный факт, надо его запомнить, потому что публика в зале, конечно, в основном будет болеть за Энтони Джошуа. Ну, а мы давайте попробуем представить, как будут развиваться события во время этого боя. Соперники в среднем по весу похожи, то есть они настоящие супертяжеловесы. Александру удалось, как мне видится, сохранить свою скорость, феноменальную выдержку и, в первую очередь, возможность двигаться на ногах. Он, конечно, будет этим пользоваться, но для Энтони Джошуа, конечно, для того, чтобы его потрясти, нужно нечто большее. Нечто большее в свое время, неожиданно, во время встречи с Энди Руисом, мы с вами и увидели, что Руис неожиданно для Джошуа такими взрывами смог ошеломить соперника и пойти на добивание. То есть, все-таки, Джошуа, он не тот боец, который любит, когда его бьют. Ну, он находится, как правило, в ожидательной позиции, что, кстати, скорее всего, и будет делать, как хозяин ринга, как, ну, так сказать, все-таки Александр Русик гость, претендент. И Джошуа будет, скорее всего, в ожидательной позиции, если какой-то неприятный удар Александр пропустит. Он, конечно, постарается развивать перспективу. Вопрос в том, даст ли Усик эту перспективу для Джошуа. Посмотрим, это решит ринг. И вот сейчас, хотя многие называют абсолютным фаворитом в этом бою Джошуа, я бы так все-таки конкретно не говорил. Но надо думать, что история разыграть бой по очкам, она может все-таки не играть на руку самому Усику. И вот здесь встает самый большой вопрос. Будет ли способен Саша достаточно мощно претинговать того же Джошуа, добивать его, если так потребуется, чтобы этот бой закончить досрочно. Симпатии судей будут зависеть от всего того, что будет развиваться у них перед глазами. Конечно, у Джошуа огромное количество преимуществ. Но это мощь удара. Скорость у него тоже достаточно серьезная. Но все-таки его нужно удивлять. Я думаю, что Саше нужно будет удивлять Джошуа. Что-то сделать такое, чего он, безусловно, не ожидает. Я очень надеюсь, что в штабе Усика это понимают. Желаю Усику победы. Я очень с большим трудом, но хочу, безусловно, чтобы он одержал эту победу. Но пока, если мы подойдем к этому холодно, мне видится, что все пока играет на руку Энтони Джошуа. И тут я вынужден согласиться с многочисленными мнениями в пользу британского боксера. Но давайте посмотрим, как будут развиваться события. Абсолютного доминирования Джошуа я не наблюдаю. Я не думаю. Поэтому очень интересно, чем же закончится поединок. Удачи! Смотрите бокс! Любите бокс! Любите бокс!